Хотели бы вернуться к Исайе 40 главе? Я хотел бы вернуться к этой главе 40, которая не полностью является пророчеством, но в ней большие куски пророческие. И какие элементы с вами мы рассмотрим, увидим, найдем? Расскажите мне, что вы увидели, изучая? Кто смелый? Какие моменты мы можем здесь... Кто сделал? Кто смелый? Какие моменты мы можем здесь... Мы говорим о конкретных пророческих элементах. В чем они выражались? Какие вещи вы заметили? Ой-ой-ой-ой. Я попробую. В первых двух стихах идет утешение народа, где говорится о том, что исполнилось время борьбы его, и что за неправдой его сделано удовлетворение. Ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Да, это слово утешение. Время закончилось, и настало новое время. Окей, so what element is that? Покаяние. А, какое время, которое я сказала, или следующее, которое я сказала, да? Но это утешение. Да, окей. Дальше, третья-четвертая стихи говорится о том, что нужно сделать сейчас, когда это закончилось. Нужно покаяние. То есть здесь идет наставление. Окей, so that element is instructions of what you need to do, yeah? Да, да. Окей. И когда мы это все сделаем, с пятого стиха, нечто произойдет. А конкретно явится слава Господне, и всякая плоть узрит спасение. Так сказал Бог. Окей. So, what are we getting here? We're getting into what will take place. We're getting into Yeah. We're getting into Revelation. Yes. Окей. И дальше, с шестого по восьмой стих, идет объяснение, что по сути, человек без Бога ничто. Он сравнивается с травой. Плоть трава засохнет, увянет, и народ трава. Так же засохнет и увянет. А в восьмом стихе идет утверждение, а вот слово Бога нашего пребудет вечно. Пребудет вечно. По сути, оно все равно. Как бы вы смазни от того, это все? Что это делается? И восьмом оттенки, я могу сказать, И восьмом оттенки. zy, мая-ли, Нам нужно понять, что пророк пытается донести в своем послании. Что Бог говорит. Если мы поймем, что пророчество — это Божье желание говорить через нас, общаться с нами, и Он делает это через пророка, через человека. И что надо понять, что если вы слышите такое послание, помним, что Исайя провозглашал это слово перед всем народом. Во всем услышании. Мы знаем, что это написано, но на самом деле в реальности это было устно высказано во всеуслышании народа. Он не высказал это в своей спальне тихонечко, шепотом. Представьте, если бы вы были там, в тот конкретный момент. Как бы вы поняли это послание? Как бы вы подумали, что Бог через что хотел бы с вами прикоснуться и взаимодействовать? И мы видим это в начале, как вот Ольга сказала. Бог хочет сказать утешить нас. Он хочет показать нам, что Он знает состояние, в котором находился каждый человек. Он говорит, говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте Ему. Иерусалим, я твой Бог, я все еще здесь, я люблю тебя. Да, ты можешь проходить через тяжелые времена. Будь ободренным. Да, ты проходишь сквозь тяжелые времена. И ты страдаешь через это, проходя. Но эти времена подходят к концу. Также там говорится о том, чтобы надо действовать, надо принять какое-то решение. Приготовьте путь. Бог иногда может сказать о том, что, ребята, вы должны быть готовы. Вы должны сделать приготовление, подготовку. И тогда вы будете способны принять то, что я хочу послать вам, или высвободить для вас. То есть, вы инструктируемы. То есть, вам дают инструкции. И инструкции могут быть достаточно точными, специфическими, конкретными. И дальше он говорит, я знаю, что вы люди. Я знаю, что вы слабые. Помните о своей человечности. Кто-нибудь еще? Кто-нибудь еще? Кто-нибудь еще? Кто-нибудь еще? это It's encouragement, too, because he told about he is still our shepherd, and he will guide us and lead us. That's an extremely good point. Yeah, it's also here tells how. And also here tells how. Get up on a mountain. Raise your voice. Yeah? Let it be heard. Okay? Well, I'm going to understand a little bit from 6 to 10. Для меня, так я тут вижу призыв к смирению перед Богом, к пересмотру своего понимания Бога. И как для меня, так это еще и ободрение и утверждение в вере. Потому что здесь показывается, насколько велик Бог, и на него можно положиться. Сад, если у вас есть какие-то мысли, которые не похожи на другие по поводу этих местописаний, пожалуйста, не бойтесь их высказывать. Потому что очень интересно разбирать Писание с разных сторон, как люди по-разному видят и думают. Помните, это командная работа. Мы работаем вместе. Павел говорит, мы видим частично. Но вместе мы можем увидеть полноту картины. Кто еще разбирал домашнее задание? Десятый стих, одиннадцатый, двенадцатый. Тринадцатый, четырнадцатый. Господь говорит в 10 стихе о любви своем. Вернее, в 11. Он говорит о своей любви к людям. Он говорит о своем могуществе. О своей власти. Он говорит о том, чтобы люди не забывали, кто он на самом деле. Дальше идет девятнадцатый стих. Обличение. Коррекции. Кто еще? Ну, вот, то, что мне так интересно здесь показалось, то, что, ну, вот, в этом порочестве Исайя, ну, тут имя такое мессианское порочество. И самое, что интересно, что вот, как бы, сразу прочитал их, кто не обратил внимания. А вот сейчас так посмотрел, что вот тут, где вот третий стих получается. Это порочество, вот тут, где гласа пьющего пустыня, сказано о первом приходе мессии. А вот уже десятый стих, одиннадцатый, уже сказано о втором приходе. Из двенадцатого, где-то по восемнадцатый стих. Я увидела и почувствовала, что Бог говорит Израилю и напоминает, что на самом деле, ну, они ничто. И просто по милости и по благодати Бог их избрал. И это не значит, что они познали полностью Бога. Что Бог еще в силе творить то, что считает нужным. И это не зависит ни от кого, ни от чего, то, что он будет делать. Мне кажется, что здесь Бог, как бы, обличает в том, что Израиль, как бы, возгордился немножко. Если вы посмотрите на этот отрывок, вы также увидите, что он напоминает им, еврейскому народу, о том, что они забыли, кто он есть конкретно. Он напоминает им о своем величии и о своей силе. Он напоминает им о том, что он создатель неба и земли. И поэтому они могут делать то, что они даже не могут себе представить из-за него. С одной стороны, это обличение. С другой стороны, это ободрение. Хорошо. Ну, я здесь во многих стихах тоже видела обличение, но оно сделано настолько мягко и с любовью. И после каждого обличения идет ободрение или утешение. В этом чувствуется любовь отца. И несмотря на то, что он указывает им, что вам нужно поменять что-то в жизни, пересмотреть ее и свое отношение к Богу, тем не менее, он делает это очень мягко, с любовью отца. Ты видишь очень хорошо и точно. Это очень важно, не забывать, что во всяком Божьем обличении он показывает и открывает свою любовь. Это никогда не делается в злости, ненависти. Он всегда это делает таким путем, что он показывает тебе, да, ты сделал кое-что плохое, но... Но я полон любви к тебе, остаюсь полон любви к тебе. И он никогда не высвобождает свое слово по причине гнева к нам, но по причине любви к нам. И это также должно нам помочь, когда мы в служении пророка, мы должны помнить всегда и иметь этот характер Бога, и высвобождать его слово с его характером. Чтобы высвободить правильно пророческое слово к человеку, вы должны также любить этого человека, чтобы он мог принять это слово. Кто-нибудь еще? Или все? Давайте либо продолжим, либо закончим, и перейдем к новому. Последние стихи. Он опять же таки нежно обращается. к Иакову. И неужели ты думаешь, что я тебя забыл, если говоришь, что мой путь сокрыт от Господа? Это 27 стих. И Бог говорит о том, что я все вижу, я все слышу, я все знаю про вас. Я не утомляюсь. И ничего из моего взора не ушло. И если ты вернешься и будешь с Господом по-прежнему уповать на Него, то ты приобретешь то ты приобретешь силу, смелость, крепость. И сравнение идет, как с орлами, которые поднимут свои крылья и никогда не устанут. Мне нравится здесь сравнение с... сейчас в 30... в 31-м, где говорит Бог, что надеющийся на Господа, поднимут крылья, как орлы, и здесь потекут. Я понимаю это, как даже если останется один человек, который верный Богу. Это как река. Оно имеет маленькое начало. Но когда оно будет течь постоянно, оно произрастет в большое течение и будет орошать и большую землю. Anyone else? I think we're finished. Я вообще тоже смотрю, и вот с 22-го, и вот, можно сказать, до конца здесь Господь показывает вообще всю свою сущность, кто Он есть, свою личность, что Он есть и Творец, и Судья, праведный, справедливый, и уповающий на Него не постыдится, спасется. Именно уверовавший, твердый верой такой. Это очень-очень хорошо распознать, что здесь раскрывается Божий характер и Его божественность. Очень хорошо, что вы увидели это. Не только, если рассматривать весь контекст, но есть конкретные вещи здесь. Бог хочет раскрыть, явить Себя Своему народу. Еще кто-нибудь? Тоже заметил, что когда читаешь порочество, есть местописание, которое понятно, а есть местописание, смысл которых скрыт. Ну и вот сейчас как бы мы понимаем, что ну что, Иисусу два раза, Он придет два раза. Ну а евреи, которые жили во времена Иисуса, то как бы вот читая вот это, у нас есть понимание, ну потому что мы уже знаем с Нового Завета, что Он второй раз придет. Ну вот я думаю, что вот они когда читали, то просто для них это не было, ну, ну не было, ну не было для них понятно, просто что Он должен прийти два раза. Это можно поставить под сомнение, под вопрос. Потому что если вы посмотрите в Талмуд или Мишну, и там можно увидеть очень явные объяснения, в которых говорится о различных временах прихода, о разных двух. Просто они распознавали это как будто будет два Машиеха, два разных Мессии. Будет два Мессии, которые страдающий Мессия, сын Иосифа, и из колена Иосифа, и царствующий победитель Мессия, который будет сын Давида. Они так преподносили эти места Писания, распознавали не о двух приходах, а о двух разных Мессиях. Они не рассмотрели это как одну личность, а рассмотрели это как две личности. Мессия сын Иосифа, и Мессия сын Давида. То, о чем ты говоришь, оно есть, вот этот смысл здесь, о двух приходах Мессии. Но раввинистические учения, Писания, они изменились после Иосифа. Но если бы ты почитал раввинистические учения до жизни Иосифа, то это место Писания они рассматривают как одно из говорящих о Мессии. Но конкретно они объясняют это как будет два разных времени, потому что будут два разных личности Мессии. Но мы не можем идти в глубину этого совершенно другого учения, поэтому... Кто-то еще? Есть одно, что вы упустили. Вы упустили. Я говорю, мы сдаемся. Он говорит, даже не пытайтесь. Один кусочек символа, символизма в этом пророчестве. Ну, где он спрятан? Мы не говорим о verse 20 и 21. Может быть, это? Саша, maybe verse 5? Verse 5? А в чем там символизм? Symbolism is the word salvation, in the Hebrew it's Messiah, are you sure? Нет, не в этом. Это не конкретный символизм, это слово знания о том, что слово Иешуа переводится как спасение. Where is the symbolism? Is something symbolic? What do we mean by symbolism? Symbolism is something, that is... It's hidden under something, which we can also understand in a normal context. Это что-то, что спрятано за чем-то, что мы можем рассмотреть и в привычном для нас, и в измерении, так сказать, и вот в сверхъестественном. Can you explain, for example, symbolism, for example, like a tree or something? Очень часто мы знаем, что оливковое дерево, маслина, представляет собой Израиль. Или фруктовое дерево, которое приносящее плод, это символ. То есть вы можете рассмотреть это и натуральным путем, что это дерево, просто дающее плод, и духовное. И есть кусочек символизма. Может быть, это в 11 стихе, как пастырь он будет пасти стадо свое. Говорится об Ишово. Это один из. И в пятом стихе, опять же, говорится, узрит всякая плоть спасения Божия. Спасение, в смысле, вот Ишово уже живой, то есть спасение Божие, оно как Бог на земле. Его можно увидеть. Я не включаю лично это в символизм по поводу перевода слова Ишуа, спасение. Это просто знание иврита. Что ты говорила о стихе 11? Это одна из частей символизма, которую мы можем здесь увидеть. Да, он пастырь, пастух. У меня иногда бывают проблемы с этим переводом. В Румынии я использовал слово пастух. И они всегда переводили это как пастырь. И я задал им вопрос, есть ли у вас другое слово для пастуха и для пастыря. Различные ли это слова, или у вас это одно? И у них нету, у них это одно слово. Я сказал, вы точно уверены? И да, они сказали, ну вообще-то да, у нас есть слово для пастуха, это чорбан. Чабан, у нас тоже используют это слово. Но они говорят, мы не используем это слово, оно очень плохое слово. Мы не пользуемся им. Но я говорю, я хочу, чтобы вы использовали это слово, потому что это конкретно то, что я имею в виду. Потому что есть разница. Символизм здесь, в этом местописании, заключается в том, что он наш пастух, который следит за овцами. Он заботится об овцах, делает все для них. Это одна часть символизма, но вы еще пропускаете что-то. По одному. Мы... Мы были ухожены с времени, поэтому... Никакин. Никакин? Это касается орла. Символизм в орле. Нам необходимо понять. Те, кто будут надеяться на Господа, поднимутся, как орлы, не устанут. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. И здесь есть раскрытие Духа Святого представления Его. Но нам надо с вами кое-что узнать об орлах. Очень быстро. Орлы любят быть на высоте, на высоких местах. Если мы хотим быть как орлы, нам надо любить быть на высоких местах, высоко. Любить, где есть Господь. Господь Он на высотах. Я не буду углубляться, но очень быстренько. Мы успеем. Орел, он на высоте и подходит к самому краю, например, скалы самой высокой. Готовы ли мы с вами стать на самый край высокого? Готовы ли мы довериться Ему? Готовы ли мы не посмотреть вниз и не испугаться? Бог хочет, чтобы мы были на этих высотах. Он, орел, не машет крыльями. Очень редко он именно машет крыльями. Он стоит на высотах на краю и он ждет этого потока ветра. Это термальный теплый воздух. Да? И так он ждет там. Он стоит на краю и он ждет. Это, как здесь написано, ждет те, которые надеющиеся на Господа, ожидающие. Ожидаем ли мы Божьего времени? И орел потом просто расправляет свои крылья. И этот термальный поток, теплый воздух наполняет его крылья. И он просто позволяет себе как бы упасть, но он парит. И этот поток ветра, он его поднимает. Без усилий, без напряжения. Видели ли вы лебедя на озере? Ему нужно очень большое, как для самолета, да, взлетное поле. Разгон. И он начинает махать крыльями и потихонечку, по чуть-чуть он поднимается. И потом он начинает грипстить своими лапами. И ему требуется очень много усилий, чтобы подняться в воздух. Это красивая птица. Но когда он пытается подняться, это выглядит крайне глупым. и неуклюжим. Но орел, он просто расправляет свои крылья и позволяет ветру дуть на него. И он просто парит над всеми местами. Но есть еще одна вещь по поводу орла. у него очень хорошее зрение. Он очень хорошо видит. Сверху своей позиции, сотни метров вниз, он может увидеть маленького кролика. и он очень стремительно может спуститься вниз и схватить его. Бог хочет нам дать эти способности орла, чтобы мы были способны видеть даже с этих высоких мест. и реагировать и действовать по тому, что мы видим. И мы должны ожидать Господа. Чтобы мы могли подняться как орлы. Чтобы это было без усилия. есть другая сторона. Не все так легко. Но во многих случаях я переживал, когда ты расправляешь крылья и просто позволяешь Духу Святому дуть. Это не требует многого усилия. Бог дает тебе эту силу. Аминь. Увидимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok